Девушки отдыхают Остров, на котором воистину встретились века и тысячелетия, где еще в начале XVIII века удивили всю округу совершенством архитектурной мысли зоонежские плотники зодчие, где и на рубеже III тысячелетия поражают масштабностью, а порой и дерзостью планов нынешние мастеровые реставраторы. Реставрация церкви Преображения Господня остается главным проектом в деятельности музея-заповедника. С уверенностью можно сказать, что все готово для начала реставрационных работ, которые будут проходить с использованием метода лифтинга. С помощью мощных домкратов будет осуществлен поярусный подъем сруба. Это позволит без полной разборки храма произвести замену до 500 бревен, а также подвести фундамент. На протяжении почти трех веков роль фундамента выполняют каменные валуны. Все это время реставраторы пытались остановить неравномерную осадку церкви, в результате которой еще в XVIII веке она отклонилась от своей оси на северо-восток на целый метр. Ну а сегодня мы расскажем об итогах еще одного подготовительного этапа. Что сделано и что еще предстоит? Первое упоминание о ремонте Преображенской церкви встречается уже через 45 лет после ее постройки, в 1759 году. Уже тогда из-за неравномерной осадки фундамента произошли деформации всех внутренних конструкций храма, от полов до потолка. С тех пор, можно сказать, и продолжается борьба плотников, реставраторов, ученых за сохранение этого уникального деревянного памятника, признанного во всем мире. Правда, столь комплексная и столь масштабная реставрация Преображенской церкви проводится впервые. Вот и реставрационный комплекс, построенный на острове, не имеет аналогов в Европе. В этом году Плотницкий центр отметил свое десятилетие. Это событие совпало с окончанием возведения реставрационного комплекса, в котором мы сейчас находимся. Реставрационный комплекс оборудован современными станками для обработки как старой, так и новой деревьев. Кроме того, в комплексе есть все необходимые бытовые помещения, которые позволяют работникам чувствовать себя комфортно. По соседству с реставрационным комплексом завершается строительство теплого бокса на 6 единиц автотехники и современная заправка с подземными резервуарами для хранения бензина и дизельного топлива. Транспорт должен стать в будущем основным звеном в цепочке, связывающей Преображенскую церковь и реставрационный комплекс. По этому островному маршруту протяженностью около 3 километров сюда будут привозить деревянные элементы. И первыми в сборочный цех были доставлены полы из Преображенской церкви. Доска, конечно, не важенская, но что-то мы сможем использовать. Процентов хотя бы 50 вот тут светлые есть. Места на вычинке, на протезирование. Тут, конечно, доска совсем худая, конечно, она отваливается тут же. Ладно, загружаем и склад-накопитель. За сезон 2006-2007 года, в общем, мы выполнили довольно большое количество работ. Построили преобъектную технологическую площадку, она у нас перед глазами, с деревянным настилом и складом-накопителем, промежуточным складом-накопителем. По этому настилу вот видно, что на тележка будет подвозиться материал, который вынимается из церкви. Брёвна, там доски и прочее построено. Вот использовал у нас теплоход Кижи, который, в общем-то, был заброшен для отдыха и приёма пищи наших реставраторов Преображенской церкви. Там спокойно могут разместиться 10-12 человек, согреться, перекурить, покушать. Заканчивается строительство дома для реставраторов Преображенской церкви, дом вечерина в деревне Ямка. По самой церкви тоже были работы проведены по её защите. Поставлены совершенно уникальные для нашей страны датчики амитизм, датчики пламени. Кроме этих очень чувствительных электронных сражей противопожарной безопасности, появились в храме и камеры теленаблюдения. Одна из них, стилизованная под колокол, установлена перед входом на погост. Вся информация поступает на центральный пост охраны. Его сотрудники круглые сутки наблюдают за тем, что происходит как внутри Преображенской церкви, так и рядом. Милиционеры одними из первых могли наблюдать, как в трапезной были сняты полы. Полы, которые оказались двойными. Давайте вернёмся в Плотницкий центр и узнаем, почему в середине XIX века в Преображенской церкви поверх старого был услан новый пол. Мы уже почти больше месяца пытаемся найти истинное положение каждому элементу, как он лежал в памятнике. Методом мозаика, методом проб и ошибок разложили более или менее по пятну застройки, как они находились. Дело в том, что это как раз полы периода строительства, XVIII век. Тут в сочетании видно, что полы, как элемент Преображенской церкви, прошли все те же этапы, будем говорить, бед, перестроек и так далее, и так далее. То есть видно, что церковь в процессе жизни её постоянно, видимо, водила, ну, в частности, не равномерных осадок фундамента. Они пытались выравнивать полы, к примеру. Где-то просто протёсывали, вот там, мы видим, в алтаре протёсывали, потому что ходить по наклонному полу неудобно. Потом появился пол XIX века, как выравнивающий пол. И понятно, что по каждым элементам мы будем проводить работу. Ну, к примеру, вот видите, вот перед нами как раз лежат элементы, где видно, что концы отпилены ещё где-то лет 150 назад. И у нас главная задача – это максимальное сохранение подлинника. Отсюда и, честно, мы будем за каждый кусочек воевать. За каждый кусочек и каждый миллиметр брёвен продолжают бороться и сотрудники службы учёта и хранения недвижимых памятников, применяя самые современные технологии. Вот эти звуки издаёт главный враг деревянного сруба – личинка жука-точильщика. За два года жизни в бревне этот маленький вредитель способен превратить древесину в труху. И только по истечении двух лет она вылетает, оставляя маленькое лётное отверстие диаметром 5 миллиметров. А вот этот метод, он позволяет нам обнаружить личинку на ранней стадии развития, поскольку она прогрызает ходы, и вот это звуки, которые сопровождают её жизнедеятельность внутри. После того, как личинку удалось обнаружить, её можно уничтожить с помощью прибора, который был сконструирован специально для музея Кижи. Установка, которая работает наподобие микроволновой печи, только она греет не внутрь, а излучение идёт наружу. К излучению направляет рупор специальный, оно проникает внутрь деревесины и прогревает всё её насквозь. И при температуре порядка 55 градусов Цельсия личинка погибает. На Западе подобные установки используются для уничтожения грибов, а для борьбы с жуками мы применили их первыми. Кроме этого, сотрудники службы хранения и реставрации недвижимых памятников музея совместно с московскими коллегами провели лазерные исследования. С помощью специальных сканирующих систем была получена единая цифровая трёхмерная модель церкви. Этот метод позволит с минимальными трудозатратами, без дополнительных полевых измерений получать пространственные модели объекта с достаточной точностью, полнотой и достоверностью. За каждый миллиметр истории бьются реставраторы и в фондах музея в деревне Васильево. Здесь в мастерских приступили к восстановлению резных деталей золочёной рамы иконостаса из Преображенской церкви. По словам сотрудников, в минувшем году самым знаменательным событием стало утверждение в Москве разработанных музеем методик предстоящих работ. Вот если посмотреть внимательно на вот эти детали, вы видите, какие здесь значительные разрушения. На пробных образцах уже разрушения не увидите. Это работа, которая уже выполнена. Вот так он, в принципе, должен выглядеть потом, когда мы будем его возвращать. В данном случае капитель. То же самое можно сказать и про колонки. Разрушения на позолоте различные. Утраты есть и основы, вот каких-то деталей накладных, фрагменты утрачены. И опять же, вот это вот позолота, которое вот так вот здесь осыпается. Это деталь, которую ещё не выполняли, не велись на ней работы. И колонка, фрагмент колонки, которая полностью уже восстановлена. Она может быть возвращена уже в иконостас. Причём даже уже с дорезкой, видите, этот новый лист, он вот будет вот здесь, на этом участке. И вот деталь, на которой работа ещё не велись. Состояние ужасное, просто аварийное. Видите, насколько сильно всё это закручивается. К реставрации резных деталей иконостаса мы приступим только в следующем году. А вот иконы из этого же иконостаса Преображенской церкви, то есть они проходили реставрацию, полную реставрацию в 80-е годы 20-го века. Прошло много лет, более 20 лет, и поэтому, естественно, что часть из них уже требует, опять же, повторного укрепления. И вот сейчас вы видите, как наш реставратор музея-заповедника Кижин, Надежда Косила, вот заканчивает работу по консервации одной из икон из Преображенской церкви. Это пророк Ассон из пророческого ряда. И в данном случае она выполняет тот этап работы, который называется удаление профзаклеек. И если после удаления заклеек всё будет в порядке, то тогда икону можно будет возвращать уже в хранилище. Пройдёт ещё немало лет, прежде чем иконы вернутся в Преображенскую церковь. Реставрационные работы на которой уже начались. В 2007 году промальпинисты заменили яблоко под центральным крестом храма. Смонтировали вентиляционный люк. Вроде как, с виду небольшая работа, но важная очень, потому что влажность надо убирать. Чтобы с земли было удобно, не каждый раз туда залезать. Люк вырезали, верёвку пропустили, земли открывают, закрывают. То есть очень удобная экономия времени. Тем более, что и попасть внутрь Преображенской церкви теперь весьма затруднительно. Центральное крыльцо храма уже демонтировано. Много сложных работ, по словам работников музея, сделано. Впереди самый ответственный шаг – вывешивание церкви. Шаг, который не допускает спешки. Торопиться в реставрации такого памятника не надо. Надо сто раз остановиться, сто раз подумать, прежде чем решиться на какие-то действия, тем более серьёзные. И я считаю, сколько бы меня не спрашивали, а когда начнётся там реставрация Преображенской церкви, я отвечал и буду отвечать всегда так, что когда закончится подготовительный период. То есть когда мы всё продумаем, всё будет тщательно сделать, только тогда мы начнём разбирать церковь. Я считаю, что мы сделали очень немало, и не только я считаю, я считаю это ЮНЕСКО. Но во всяком случае, мне за мою работу не стыдно. И думаю, что за этот период, вот за последние лет пять, всего музея не стыдно того, как он работал. Самое главное же всё-таки вот, чтобы вот это жило, чтобы дальше продолжало жить. Ведь всё подчинено только самой церкви. А мы сами люди так немножко ниже всего нет. Субтитры создавал DimaTorzok